Давеча президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением создать общеевропейскую армию. Идея-то не новая озвучивалась ранее, но все оставалось на уровне разговоров. Казалось бы, и в этот раз заявление Макрона – обычная брятца нею оружием в связи с круглой военной датой. Вот только Дональд Трамп от такой идеи пришел в состояние берсерка и даже пригрозил вновь сделать Францию великой, иначе французы вновь начнут учить немецкий язык. Как видно, американский лидер воспринял идею о создании общеевропейской армии очень серьезно. В связи с этим мне вспомнились итоги исследования, проведенного Шведским институтом тотальной обороны в прошлом году. Эксперт организации доктор Фредерик Вестерлунд оценил баланс сил России и Европы без учета армии США. По мнению Вестерлунда, современная российская армия способна вести две отдельных военных кампании одновременно. Для этого будет задействовано по 14 дивизий в каждом направлении. Но, так как речь идет исключительно о российско-европейском конфликте, для одного мощного удара будут стянуты только 19 дивизий. Во-первых, у России нет достаточного логистического потенциала для содержания более крупной группировки на одном направлении, а во-вторых, больше силы не надо, считает доктор. Что же касается Европы, то тут все сложнее. Каждая из стран отличается географически и экономически, что непосредственно сказывается на их армиях. Как бы то ни было, но на протяжении веков европейская боевая тройка остается неизменной в Великобритании, Германии и Франции. Именно их армии должны будут принять на себя основной удар северных варваров. По оценкам института, к 2020 году сухопутная боеспособная часть армии Великобритании будет состоять из одной легкой воздушно-десантной бригады и одной механизированной дивизии. Но фишка в том, что на сегодняшний день они заполнены по нормам мирного времени, а при мобилизации сил резервистов хватит на доукомплекты ЦУ только чего-то одного. Конечно, остается еще и флот, но он будет бесполезен, если удар придется по центру Европы. Куда серьезнее выглядит Германия, две танковых дивизии, плюс дивизия быстрого реагирования. Грозные немецкие леопарды готовы хоть завтра свиньей вклиниться в ряды русских бойцов, но на этом их боевой потенциал иссякнет. Вестерлунд указывает, что Бундесвер испытывает огромные проблемы с материальной частью, большая часть техники находится на ремонте. Но даже это не главная проблема. Дело в том, что на ремонте она находится годами, потому как у армии просто нет достаточного числа запчастей. Так что даже если всю эту технику смогут бросить в бой, то после боя ремонтировать ее будет уже нечем. Лидерами оказались французы, которые обладают не только самой многочисленной армией, но и опытной, за счет миротворческих операций в бывших колониях, считает эксперт Института тотальной обороны по Франции Роберт Дальшо. Но Африка для Парижа является и обузой, вывести боевые части в сжатые сроки оттуда невозможно. Поэтому в бой пойдут максимум одна легкая и одна тяжелая дивизии. Что же касается остальной дружной европейской семьи, то тут эксперты предпочли отшутиться. Так в числе темных лошадок оказались Испания и Италия. Но темные они не от того, что могут удивить сильной армии, а от того, что вообще могут вступить в войну только если русские танки появятся на их границах. Исландия пришлет на войну мороженой рыбы, а Люксембург – соболезнование. Бельгия передаст немецким танкистам шоколад. Реально удивить могут Польша и Финляндия. Варшава готова выставить на поле боя пять бригад отборных русофобов. Но у этой грозной силы есть один недостаток – офицерский состав. По древней шлихетской традиции больше увлечен политикой, нежели войной. Толковые же командиры предпочитают увольняться из такого бардака. Финны обладают тремя боеспособными бригадами хорошо подготовленных солдат и офицеров, но и они входят в состав темных лошадок. Шведские эксперты отмечают, что у европейской армии есть сильная авиация, но она столкнется с соответствующей российской системой ПВО, поэтому основная тяжесть боев ляжет на сухопутные силы. Кроме того, они подчеркивают, что речь идет о реально боеспособных силах, которые могут хоть завтра пойти в бой. На деле же военные и экономические резервы Европы достаточны, чтобы в итоге стабилизировать линию фронта, но на это уйдет от двух до четырех недель. За это время российские войска займут Прибалтику, Украину, часть Польши, выйдут к Балканам. Далее же конфликт перейдет в политическое русло.